итак всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня новый влог выходного дня я сегодня хочу вам показать немножко другую флоренцию не ту который я показываю обычно мы сегодня будем гулять с вами по резиденциальному району то есть там где живут флорентийцы к сожалению из исторического центра почти всех флорентийцев выкурили выселили там просто стало крайне неудобно жить с появлением ограничений на дорожное движение с уменьшением парковок потом после того как начали постепенно уезжать коренные жители также начали закрываться различные заведения сервисного плана ну по типу ремонт обуви или прачечная или мелкие магазины бытовых товаров и в общем-то теперь флорентийцы живут в более спальных районах которые я сегодня один из которых я сегодня вам и хочу показать мы сегодня с вами будем гулять по району который называется ференци суд то есть флоренция юг и сейчас мы в таком городообразующий вместе с вами находимся торговый центр и супермаркет коп коп это крупная сеть супермаркетов и вот здесь такая красивая зеленая площадь по поводу зелени во флоренции многие говорят что флоренция это каменные джунгли что зелени нет ну во первых как вы можете видеть в спальных районах зелени полной вообще флорентийцы очень любят парки сады стараются поддерживать порядок в них и также я скоро вам покажу зеленые места в историческом центре которых на самом деле тоже не так уж мало смотрите какой симпатичный садик ухоженный у нас во флоренции теперь можно свободно купить как и таковы сикама колороба к господи как она коноплю я не сильно в наркотиках но в общем то что курят и жуют можно купить свободном доступе вот в таких автоматах это конечно не самая высокая концентрация как мне объяснили но в общем по всему городу вот эти вот открылись заведения дистрибуционы канапа так но мы с вами как обычно матео в кадре у нас продолжаем свой путь частью реальности 2021 стали вот такие палатки в которых можно сдать молекулярный тест и пцр в реальном времени на ковид 19 по ценам не могу сориентировать сейчас нужно будет посмотреть в интернете если информация нужна напишите пожалуйста в комментариях я вам отвечу комментариях а здесь вот уже чуть менее симпатичная архитектура это дома постройки конца шестидесятых и семидесятых годов а там наверху это такая оборудованная терраса модная прикольно кстати чаще всего в кондомини в кондоминиальных правилах есть пункт о том что на балконах которые выходят на улицу нельзя размещать там сушилки шкафы и так далее там подобное то есть фасады должны выглядеть презентабельно и и антенны чаще всего нельзя размещать на люди иногда все равно размещают а вот на боковых балконах уже обычно ставят стиральные машинки какие-то шкафы сушилки в общем используют как дополнительную площадь служебную квартиры видите довольно все равно зель зелено довольно много деревьев газонов телефон-автомат пережиток прошлого не знаю кто до сих пор ими пользуется но хорошо что они есть друг понадобится здесь тоже видите зелен это кстати плоды магнолии у меня есть видео про сбор мусора но на всякий случай вдруг вы не смотрели расскажу вот у нас платится обязательно налог на сбор мусора и соответственно за этот налог есть специальный сервис для вывоза крупногабаритного мусора например вот здесь вот вы видите стулья и надпись для али али это как раз компания которая занимается сбором мусора и номер заказа то есть в определенный момент приедет машина грузовая это все погрузят и увезут также можно выбросить например шкаф или диван очень удобно главное налоги платить вовремя и тогда сервисом можно пользоваться это бесплатно опять зеленая зона и очень мне нравятся вот эти южные средиземноморские сосны такие зонтики очень красивый хорошую дают тень правда под ними лучше машины не парковать потому что потом стекло очень сложно очищается от смолы у меня так один раз было потому что там где мы живем тоже растут такие сосны но во флоренции я имею ввиду сейчас мы за городом мы кстати живем за городом сейчас и вроде бы пока не собираемся возвращаться в город просто многие тоже спрашивают но временно постоянно пока нам комфортно за городом и погода еще пока хорошая мы уже как-то так приду приловчились степана возить в садик в садик он во флоренции ходит хотя конечно он пока ходит очень мало потому что постоянно болеет мы уже замучились просто не вылезаем из болячек из температур причем оба ребенка естественно болеют но пока вот как-то нам нравится загородом больше хотя конечно городе жить комфортнее по многим факторам там по типу захотелось мороженого вышел и в джелатери ты уже через две минуты или хлеб дома кончился тоже пожалуйста быстренько раз 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 и уже ты хлебом с молоком а загородом конечно приходится все просчитывать так ну вот здесь такой опять такая как типа по площадь и множество различных магазинов ювелирные салоны красоты салонов красоты много в городе но я пока свой честно сказать не нашла я уже много лет живу в флоренции но довольно много лет пока не нашла своего мастера и свой салон я прочитала в знаете что у нас есть открылся салон в центре города где хозяйка русскоговорящая и соответственно персонал тоже подобран ну вот по уровню русскоговорящих клиентов но я еще не была в нем поэтому пока не знаю я думаю что если я пойду я обязательно сниму влог люблю вот такие магазины где продает всякие сувениры штучки для дома декор но редко захожу потому что заканчивается обычно это все плохо я набирать люблю всего и побольше а потом не знаю куда это девать вот так идешь идешь по жилому район и тут такая хоба машина спортивная альфа ромео прикольная дальше все обычные вообще во флоренции конечно люди стараются покупать маленькие машинки их удобнее парковать они расходуют меньше бензина и расстояние позволяют также как и погода не думать о том что маленькая машинка не проедет по сугробам или ее будет сложно запарковать на каком-нибудь там газоне как в москве по крайней мере раньше это делалось я надеюсь что сейчас уже перестали парковаться на газонах но когда там еще жила постоянно кто-нибудь вставал на газон у нас по крайней мере под окнами так что здесь вот в основном маленькие машинки это кстати улица называется в я ли europa бульвар европы в москве ну да это и и и в в мы смотрим хотим все футболки фирмы be a вот с такими красивыми флорентийскими мотивами стилизованными очень классные и толстовки тоже плохо видно отражается вот здесь даже можно шопинг привата осуществить приватный шопинг здесь пинку по 30 пп а дальше будет и вот как раз тут и гучи и prada и все что хотите там и стала маккартни внутри и так я навскидку больше ничего честно сказать не узнала но зайти бы очень хотелось а я кстати сегодня со своей сумочкой живанши у меня есть видео опять же на канале лера про бьюти про все мои сумки если вам интересно про мою коллекцию посмотреть я там всем трясу своим добром так что переходите я могу ссылку в инфобоксе оставить чтобы не искали по здесь тоже красиво кое-станки я мотаю говорю это хочу зайти он говорит ну давай дверь выноси классные штуки мы ничего не видно на себя данного про и мультусти лозу кусту интересная такая табличка в старой манере написано пер грейве альки анти сейчас говорится грейве инки анти старая форма поехали но мы не в грэве идем у меня такой замечательный след от очков просто прелесть в общем мы нагулялись по жилому району и решили что нужно обязательно посетить 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 мы нагулялись по жилому району и решили что нам сейчас обязательно нужно посетить пьяцали микеланджело а потом мы поедем в ресторан который называется aqua kate это один из самых знаменитых во флоренции рыбных ресторанов он находится не прямо в городе он находится за городом но Но, тем не менее, флорентийцы все его считают флорентийским рыбным рестораном. Во Флоренции не так много мест, где можно поесть вкусную рыбу. А вот в Аквакето можно поесть действительно вкусную рыбу. Там довольно-таки приемлемые цены и быстрое обслуживание. Так что, если у вас есть машина, я рекомендую посетить. В общем, сейчас поедем на Пьяцале. И, кстати, мы сегодня едем без детей. Как вы можете видеть, дети у нас сданы. И у нас сегодня, смотрю, выходной по детям. А также вообще есть праздничный повод. Мы едем не просто так отмечать 5000 подписчиков на моем канале. Обязательно еще будет какое-нибудь праздничное видео. Обязательно будет giveaway. Поэтому оставайтесь на связи. Следите за новыми видео. И сейчас я просто хочу поблагодарить каждого из вас. Каждого из своих подписчиков за то, что вы со мной. За то, что вы проявляете интерес к моему каналу, к моему творчеству. За ваши подписки, естественно, благодарю вас. Потому что у вас уже целых 5000. Для меня это очень большая цифра. Я знаю, что по меркам современного ютюба это ничто. Конечно, это просто какие-то смешные числа. Но для меня это очень большая честь иметь всех вас, быть с вами на связи. Также я хочу поблагодарить вас за ваши лайки. Они очень помогают мне ориентироваться и подбирать контент, который вам нравится и интересен. Также я очень сильно благодарю вас за ваши комментарии. Потому что когда ты видишь обратную связь от зрителей, даже пускай и критику иногда. Но когда критика здоровая, она тоже полезная. И, конечно, добрые все слова. Они очень-очень помогают мне отворить и улучшать качество своих видео. Так что благодарю вас. И это не только мой праздник, но и ваш тоже. Поэтому давайте будем праздновать. Ну и, как я уже сказала, обязательно будут памятные призы, подарки. Чуть позже в одном из следующих видео все вам покажу и расскажу. Тора-Ладзека называется эта башня или башня у Монетного двора, у Чеканного двора. Одна из оставшихся от средневековых крепостных стен башен. Красива своей стариной в большей степени, чем архитектурой. Мы сейчас выйдем на мост, который называется Сан-Николо по имени одноименного района. И пересечем реку Арно. Так. И будем с вами взбираться на Пьяцале Микеланджело. Сегодня воскресенье. Флорентийцы гуляют. Туристы гуляют. К счастью, начали появляться во Флоренции туристы. Ты? Бальдисио? Тут такая VIP зона. Когда начинаешь взбираться на Пьяцале Микеланджело, такие виллы. Очень презентабельные, очень респектабельные. Я призываю конкурстотем по линусу паркете. Так, ну вот, мы приехали. А то я все голос за кадром, голос за кадром. Все-таки немножко себя покажу. Я не снимаю очки, потому что у меня тут такой прекрасный след. Это, кстати, Шанель очки. Не знаю, как они меня так тут надавили. Приехали на Пьяцале. Давид у нас теперь выглядит вот так. Давида посадили в клетку, как сказал Матео. Народ есть на Пьяцале. Это не может не радовать. Матео остался меня ждать в машине, потому что мы жадно. Не хотим платить за 10 минут парковки. Целые там евро или евро 50. Сколько здесь стоит парковка. Поэтому пойдем так. Он меня будет ждать, а я буду заснимать все. Так, ну вот она, красавица. Флоренция. Здесь даже никакие слова не нужны на самом деле, мне кажется. Людей полно, не протолкнутся, но мы протолкнемся. Кафе открыто. Я, кстати, замечаю тенденцию, которая мне нравится. То, чего не было раньше во Флоренции. Большого количества заведений со столиками на улице. Раньше как-то вот не хватало во Флоренции террас, открытых кафешек со столиками. Сейчас, после ковида, люди все больше и больше понимают, что на улице тоже можно приятно пить и есть. Всем-всем-всем шлю приветы из Флоренции. Тем, кто скучает и не может пока сюда попасть, шлю лучи поддержки. Выражаю надежду на то, что скоро все-таки границы откроют. Ну и, конечно, надеюсь также, что мое видео хоть немножечко вас подбодрит. Показало вам немного моей любимой и, может быть, вашей любимой Флоренции. Мне, кстати, кажется, что туристических ларьков поприбавилось. Что-то прям... Их и было здесь немало, а сейчас прямо... Аж они вон туда уходят вдаль до самого конца Пьяцали. Ресторан настолько большой пользуется популярностью, что первый свободный столик был только в 2 часа дня. И мы поэтому всячески тянем время. Есть хочется, но делать нечего, надо ждать. Вот на Пьяцали мы съездили. Куда еще нам съездить я пока не придумала. Кстати, если вам вдруг придет идея посетить вот этот ресторан, оставьте ее. Вот сколько туристов у меня в нем были. Сплошные нарекания. Никому не понравился ни сервис, ни качество еды. Ну, единственное, это, конечно, знаковое место, павильон, в котором Давид должен был стоять. Но на этом все. В общем, поэтому я рекомендую вам избежать плачевного опыта. Быть невкусно накормленными, оставить кучу денег. Мы с вами на площади у Порта Романа или ворота на Рим. И одна из самых странных и некрасивых скульптур в городе Флоренции. Единственный день, когда этот ресторан открыт на обед, это воскресенье. И, соответственно, такая огромная толпа людей. Припарковаться негде. Парковка вся забита. Здесь вот дорога такая идет вдоль реки. Она тоже забита. Мы кое-как там вот приткнулись в самом конце. Но как бы... Как бы так. Здесь, конечно, они так широко тоже расставились. А вот река. Все еще идем, идем, идем. Наша машина вот там в самом конце. И еще не дошли до ресторана, а машины все стоят и стоят. Так что, если вы сюда соберетесь, то знайте, что с парковками здесь проблематично. Как и в любом итальянском ресторане, здесь стоит такой гул, что я не уверена, что будет слышно. Если я буду говорить, если что, я тогда сделаю запись звука. Они здесь обновили, переделали интерьер. Также очень прикольно стало, что меню они теперь не приносят. А можно скачать с вот этим QR-кодом. Скачать с сайта и посмотреть. Ну, то есть открыть веб-страницу и посмотреть. Народу очень много. Зайти можно только по Green Pass. Гринпасс проверяют с помощью мобильного телефона. У нас вот есть. Вот Green Pass. Вот меню. Спасибо. 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 Вот принесли наше блюдо. У меня, как обычно, гады. Знаменитый хэштег в Инстаграме Я и Гады. А Матео спагетти с аллоскольо. Спагетти с морепродуктами. Вай, бон аппетит. Так, ну, у меня теперь супчик с морскими ракушками и помидорами черри. А Матео сидит, картошку фри поедает. И поджидает свое фритомисто. А меня официант отговорил от фритомисто. Он сказал, что и так слишком много всего. Но я смотрю сейчас на блюда и понимаю, что я спокойно могла бастилить и фритомисто. Но не уверена, что буду заказывать его. Потому что ждать не хочется. Ну и, конечно, ни один обед не обходится без десерта. У Матео тортик с тающим шоколадом. А у меня панна-кота с клубникой. Девчонка с тающим шоколадом. Ну что, я считаю, что обед удался. Мне очень понравилось. Я рада, что мы выбрались. На самом деле, конечно, мы планировали поход в ресторан еще давно. Но так совпало, что 5000 подписчиков набралось. И, в общем-то, получилось не просто съездить в ресторан. И романтично пообедать вдвоем без детей. Но еще отпраздновать такое важное для меня событие. Я надеюсь, что влог, несмотря на свою хаотичность, вам понравился. Нам пора возвращаться домой. Забирать детей из гостей. Ну, то есть сначала забирать детей, потом возвращаться домой. Поэтому буду заканчивать. Надеюсь, что ненадолго прощаюсь с вами. Потому что у меня в планах выбраться во Флоренцию. И снять новое видео о городе. Ну и какое-нибудь видео домашнее из студии тоже постараюсь скоро выложить. Про итальянцев, Италию или про свою жизнь. Кстати, если у вас есть какие-нибудь вопросы, то пишите их здесь в комментариях под этим видео. Потому что я планирую скоро снять видео вопроса-ответы. Даже, возможно, своим итальянским мужем. Поэтому жду вас в комментариях с вопросами. И на этом буду заканчивать влог. Спасибо вам большое за просмотр. Я желаю вам хорошего утра, дня, вечера. Хорошей рабочей недели. Или же хороших выходных. И пока-пока. Бачи-бачи.